Свернуть и сделать более операциональной программой освоения Арктики, потому что немеряное количество денег уйдет в никуда. Это очевидно. Второе. Не спешить с высокоскоростной дорогой Москва-Санкт-Петербург, которая сократит длительность проезда с 4 часов до 2,5. Мультипликативный эффект этой истории очень сомнительный. Теперь смотреть то, что складывается в жизни. Вот смотрите, у нас сейчас с вами происходит реальный поворот молодняка в сторону среднего профобразования. Рынок меняется. Первая причина – хотят начать зарабатывать раньше. Вторая причина – обойтись без ЕГЭ и потом поступить в ВУЗ. Их две. Но одна из них хотят начать зарабатывать раньше. Поэтому давайте двигать вот это изменение, поддерживать его, потому что оно в целом правильное. У нас переизбыток плохого высшего образования. И попытка региона в каждом регионе создать университет международного уровня. Мне это в последнее время про Сахалин впаривали. Я рыдала. Но где международный уровень и где Сахалин? Вот знаете, чистка хотелок – это самый сейчас главный способ оптимизации всего и вся. Второе направление – это то, что делает бизнес. Они все равно будут это делать, потому что рабочие силы не прибавятся. Оборонка и смежность неотрасли как пылесосили, так и будут пылесосить эту рабочую силу. Значит, надо кровь из носа находить хоть бэушное, хоть какое-то оборудование и автоматизировать каким-то макаром производство. Им не надо приказывать, они вынуждены это делать. Вы увидите, что к концам 2024 года, пусть меня поправит Михаил, я ни разу не макроэкономист, но там просто заработные платы замедлятся. Некуда им деваться, некуда. И, соответственно, вот это второе направление. Если можно чем-то помочь бизнесу, я не знаю, в расчистке пустей логистических, проведении платежей, вот это лучшее, что можно сделать. У меня такие простые рецепты, я ни разу не макроэкономист и не финансист, но вот уровень здравого смысла показывает, что есть простые, внятные направления, на которых работая, вы с очевидностью добьетесь результата. А великие джамалунгмы лучше оставить на потом.